Блок коммунистов и социалистов Я присутствовал на представлении, где назначение главного прокурора антикоррупционной прокуратуры было организовано мошенническим путем. Я читал, как из Минюста давали указания, кто должен быть главным прокурором в районных прокуратурах. Эти процедуры применялись во время захваченного государства. Эти процедуры применяются и сегодня. Депутаты от БКС потребовали отменить результаты конкурсов, по итогам которых в последнее время были назначены руководители органов прокуратуры. Свой призыв они аргументировали слухами об их фальсификации, появившемся после взлома телеграм-аккаунта министра юстиции. Также блок коммунистов и социалистов потребовал исключить министра юстиции из состава высшего сайта прокуроров. В ПАС последовала реплика. Сегодня они говорят о конституционном порядке, тогда как в прошлом году пытались свергнуть конституционный порядок, пытаясь отправить в отставку судью конституционного суда. В первую очередь вы ответьте за ту переписку, которая все общество стало свидетелем, за те нарушения. Более того, научитесь нести ответственность за то, что происходит в стране. Вы больше года находитесь во власти и не можете прочитать элементарный закон, регламент парламента, согласно которому декларации делаются в конце. Постоянное бюро в течение 14 дней должно назначить дату рассмотрения инициативы коммунистов и социалистов. К слову, БКС также требовал создать парламентскую комиссию по расследованию порядка организации и проведению конкурса на должность главы антикоррупционной прокуратуры. Но предложение не набрало необходимого количества голосов. Прокурор Виктор Фуртуна назначен заместителем главы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Решение принял Высший совет прокуроров. Фуртуна известен тем, что возглавлял группу, которая вела дело отстраненного от должности генпрокурора Александра Стайногла. Он же вел дело бывшего главы печи Кокс Николая Китурага. По данным magistра.мд, Фуртуна начал свою карьеру в 2011 году в прокуратуре столичного сектора Буйкана после окончания Национального института юстиции. В 2016 был назначен на должность прокурора в прокуратуре муниципе Кишинев. С апреля 2019 Фуртуна занимает должность прокурора по борьбе с коррупцией. В разгар отопительного сезона энергетического кризиса термоэлектрика производит меньше энергии. Это связано с тем, что один из недавно отремонтированных энергоблоков компании, на которые были потрачены миллионы леев, вышел из строя. Информацию для нашего телеканала подтвердил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил также нам, что к концу дня будет опубликовано заявление о том, что именно произошло. Действительно произошла техническая неисправность. Термоэлектрика создала рабочую группу и пообещала сегодня прислать технический отчет, чтобы мы поняли, в чем причина. Как отмечают в свою очередь термоэлектрики, аварийная остановка третьего энергоблока произошла 11 ноября. Техническая комиссия после осмотра генератора установила, что из подводящего трубопровода охладителей в корпус генератора попала вода. На трубке радиатора была обнаружена трещина. Термоэлектрика также сообщила, что гидравлический и тепловой режим теплоснабжения находятся в пределах заданных параметров. Эта станция является основным источником снабжения теплоэнергии Кишинева, а также крупнейших местных производителей электроэнергии. Капремонт третьего энергоблока завершили недавно. Его провела компания Хорус, скандально выигравшая тендер. Тогда здесь гарантировали качество ремонта сроком не менее двух лет. Директор компании Михаил Годи сообщил нам, что ремонт был сделан качественно. А если поступит запрос от термоэлектрики, компания примет участие в исправлении ситуации. На ремонт турбины генератора на третьем энергетическом блоке было потрачено без малого 5,5 миллионов леев. Мы заметили, что с начала уголовного преследования все заявления, как исполнительной, так и законодательной власти, замалчивались. Они ведут себя так, как будто господин Дадон уже виновен и осужден. Это будет использоваться для защиты нашего клиента. Адвокаты экс-президента Игоря Дадона утверждают, что дела, в которых фигурирует их подзащитный, якобы носят политический характер. По мере развития событий существует серьезный риск того, что бывший глава государства не получит гарантии справедливого судебного разбирательства, не исключено и давление на суде, и заявил накануне на пресс-конференции Николай Поструссу. По его словам, в прессе якобы представлена искаженная информация, которая не ставит под сомнение хотя бы возможность того, что доказательства могли быть сфальсифицированы. Записи, сделанные в офисе Демпартии, могли быть инсценированы. Эта гипотеза в целом отсутствует на всех телевизионных каналах и в прессе, которые в большей или меньшей степени аффилированы нынешним властям. В то же время адвокаты экс-главы государства утверждают, что информация, появившаяся после взлома телеграм-аккаунта советника президента Дарина Ричана, станет дополнительным доказательством того, что это заказное дело. Господин Додон подтвердил мне, что это запись его голоса, сделанная у него дома, когда он находился под домашним арестом. Эта запись стенографирована и приобщена к материалам уголовного дела. Итак, чем мы располагаем? У нас есть оперативный материал, классифицированный, засекреченный, и которому в норме доступ должен быть только у членов группы уголовного преследования. Он используется для информирования высокопоставленных государственных лиц. Сам Дарин Ричан, к которому мы обратились за комментариями, вчера не ответил на наши телефонные звонки. В то же время в администрации президента отметили, что не комментируют эти заявления. А в антикоррупционной прокуратуре нам сообщили, что оставляют за собой право не комментировать сообщения провокационного характера, которые распространяются в публичном пространстве. Если даже после этого флэшмоба деятельность полиции налоговой не приведут в правовое поле, то мы устроим другие акции протеста, которые не будут пятиминутным флэшмобом. Мы будем бастовать, как в стране бывают забастовки с остановкой транспорта. Глава ассоциации работодателей автотранспортных операторов Олег Олег соорганизовал этот флэшмоб перед штаб-квартирой представительства ЕС в Кишиневе, поскольку, говорит, по выходным водителям мешают заработать лишнюю копейку. По его словам, транспортные единицы компаний, которыми он руководит, время от времени предоставляют услуги по воскресеньям, однако их останавливают без причин. Первые проверки проходили так. Транспорт останавливали в то время, когда ехали на акции протеста. Некоторые водители ждали по часу, потому что работают только два-три полицейских, но они их всех останавливают и проходит целый час, пока дойдет дело до следующего. Олег Олегса утверждает, что якобы из-за недобросовестных проверок перевозчики вынуждены отказываться от предоставления разовых услуг. Они поняли, что воскресные проверки безрезультатны, то есть нарушений нет и решили действовать иначе. В течение недели придумывают такие виды нарушений, которые не касаются только регламента, чтобы можно было выписать штраф. Потому что водитель заплатил бы его и в воскресенье все равно отправился бы на протест. Они решили, чтобы по воскресеньям как можно больше нашего транспорта было бы без номеров, а в понедельник их возвращать, потому что у нас регулярные маршруты. Глава рота уверяет, что транспорт, который по воскресеньям возит людей в центре столицы на акции протеста, не нарушает график регулярных маршрутов, так как он из резерва. По воскресеньям. Я приведу пример со своими компаниями. Я предоставил протестующим транспорт, который не выходит на маршруты. Все маршруты моей компании работают по воскресеньям. Но, как и у других моих коллег, у меня есть маршруты, которые не работают в другие дни. Мы пытались поговорить с водителями, которые участвовали во флэшмобе, но они отказались с нами разговаривать. А администратор одной из транспортных компаний подтвердил только, что присоединился к акции, не сообщив подробностей. Я присоединяюсь, потому что перевозчики не занимаются политикой, они занимаются транспортом. По словам коллег, водитель останавливают с проверками по воскресеньям, когда они везут протестующих в Кишинев. В пресс-службе генинспектората полиции нам, между тем, сообщили, что снятие номерных знаков возможно только по протоколу. А проверки были проведены, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность граждан. Насколько мне известно, наши сотрудники полиции проводили только проверочные мероприятия на предмет наличия нарушений со стороны перевозчиков, а именно нарушений законодательства об эксплуатации микроавтобусов. Эти действия проводились в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и для безопасности граждан. Мы обратились за комментарием и в нацагентство автотранспорта, но там нам сказали написать запрос на адрес учреждения. Запрос мы отправили, но на момент написания материала ответа так и не получили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok